Так, видеосъемка 10 дней после замачивания блоков. Ну, видим то, что видим. То есть вырастить летом полноценные хорошие грибы фактически невозможно без применения каких-то охладителей воздуха. Потому что грибы растут вот такими. Они полноценные, нормальные, вкусные. Только у них нет товарного вида, скажем так. Так, это все происходит из-за значительного поражения вот этих блоков все-таки мушкой. И мушка откладывает яйца. Вот эти червячки, они подъедают подгнившие мицели. Поэтому имеем то, что имеем. То есть грибы полноценные, нормальные, но червячки их не повреждают до тех пор, пока грибок не начнет перерастать. Вот эти, если дальше будут идти перерастки, то червячок будет его подъедать. В данный момент сама... Ну, пахнет классно. Сама структура гриба не повреждена. Нам сейчас нужен будет ножик. Может, мы отключим сейчас вентиляцию. Да, вентиляцию отключим. Сейчас она нам уже ничего не решает. И мы побыстреньку соберем грибочки. Здесь хорошо видно, что сама структура гриба не повреждена, а ее цвет это только результат. Вот одного единственного фактора, с которым летом трудно бороться. Летом лучше всего грибоводам идти в отпуск. Все, что я посоветую, это идите в отпуск. Потому что для грибовода это не самое лучшее... Да, а фактор вот самый главный. Не знаю, как там показывает моя GoPro. Сейчас здесь 30 градусов тепла. То есть вырастить при таких условиях полноценные грибы, естественно, невозможно. Поэтому не нужно напрягаться. Лучше поехать где-то на моря, поотдыхать. А чуть-чуть, когда изменится климат, то заняться уже более так полномасштабно этим всем делом. И сейчас обратите внимание, кстати, насчет освещения. Вот смотрите, как у меня сделано освещение. На моих видео нужно научиться читать иногда между строк. Вот видите. Я разделил две вот эти электрические ветки. Значит, когда идет закладка самой камеры, то, естественно, она начинается последовательно из этой стороны. Здесь начинаем вот ставить блоки. Ставим по этой стене. Дальше там. И дальше здесь, естественно. Логически. Вот. Поэтому нету смысла использовать две линии вот этой электроосвещения, потому что это будет качать электроэнергию и будет снижать нашу себестоимость нашей продукции. Поэтому эта ветка включается отдельно, когда вот этот стеллаж будет заставляться блоками. Если тут полная загрузка камеры, то будем выставлять уже на всех полках и включаем, то есть, две вот этих линии. Как видите, здесь задействованы экономические лампочки, экономные лампочки. Вот. Каждая из них по 15 ватт. То есть, общий. Если взять 4 лампочки, то это 60 ватт где-то в час. За 10 часов они будут давать 600 ватт. За 100 часов они будут давать 6 кВт. Ну, где-то так. Ну, расчеты нужно производить, поэтому вот такой вот экскурс. И еще один момент, когда будете делать вашу ням-ням-ням вот эту электричество, то обращайте особое внимание к технике безопасности, потому что эта теплица, фактически сделана из дерева, из горючих материалов. То есть, любые нежелательные явления приведут к фатальному там исходу. Поэтому, как видите, несмотря на то, что здесь напряжение всего каких-то идет всего-навсего 60 ватт на 4 лампы, то здесь дан металлический такой вот рукав, более такие вот провода, чтобы выдерживали какое-то напряжение. Какая-то вот тут разводку я делал. Лучше в этом случае, лучше перебдеть, чем недобдеть. Взяты такие вот европатроны. Очень, кстати, хорошие при монтаже. Мне вообще понравились вот эти вот штуки. И я их ставил, как видите, еще на такую металлическую подставку. То есть, любые явления, которые могли бы там произойти. Ну, понимаете, что здесь идет, естественно, полив. Много влажности. Это будет рано или поздно всегда подаваться какой-то коррозии. Может там что-то замыкать и так дальше. Поэтому здесь ничего не случится, потому что здесь идет еще, под самим патроном идет металлическая подставка. Так что максимально, насколько это было возможно, мы исключили всякие неприятности в этом деле. Ну и все. И дальше занимаемся сбором грибочков. Ну и для... Даже для... Вот видим, что вот этот грибок мы уже выбрасываем, потому что здесь некачественно. Ну, в принципе, дальше из этих блоков тут нечего из них вытягивать. Их нужно отсюда отправить где-то на улицу. А, будем уже с ними что-то... вот хороший, полноценный урожайчик. Это мы срезаем. И здесь видим примордии на всех блоках, да? Хорошо видно. Надеюсь. Вот примордии на каждом из блоков. Вот здесь пошли примордии. Сейчас мы делали интенсивный здесь полив. К сожалению, поставьте там камеру на перемотку, потому что камера такая, что, ну, она не позволяет сделать паун. Я бы просто не занимался вот такой вот бесполезной трансляцией, но остановить я не могу. Что он не делает? Маме и тате. Дай богу вам. А что ты так? Тату, чтобы жарко без казки. О, гриби понаростали. Ну, а как же? Ну, а я за что скажу? Та их, если бы в дуповнице поставить, потому что они бы было грибов, а грибов. Вам тут не надо повинности в контейнер. Там вам не мешают эти стележи. Там зверху просто поставить, вам не холодно, не жарко, гриби собі ростут. И они там ростут очень хорошо в пивнице, потому что там холодно. Мне не мешают, мне что? Это не махерка. Да? Да? Да?